МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. О главных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. Запаха нет. На данный момент горожане Ночево-Саркова, по нашим данным, жалко именно в этом году в части запаха к нам не поступало. Надеемся, что и впредь, и уже постоянно эту тему запаха мы забудем. Заработала новая технология на биологических очистных сооружениях. Без воды ни туды, ни сюды. Песок там все равно. На дне ведра остается. И ведро желтое делается. Его приходится отмывать. В столице Чуваши семья осталась без источника воды. Цветы любимому городу. Мужчинам положено посадить дерево, а нам, наверное, это цветы. Молодые люди посадили цветы у памятника чувашскому поэту. Начнем выпуск с новостей медицины. Кардиохирурги Чувашии вышли на новый уровень. Впервые в нашей республике проведены 7 операций по исправлению врожденных пороков сердца у детей от 2 до 10 лет эндоваскулярным методом. Мастер-класс провел профессор Братиславского детского кардиологического центра Павел Гавара. Чтобы было понятно всем, а не только специалистам, эндоваскулярный метод заключается в том, что при операции не вскрывают грудную клетку, а все манипуляции осуществляют с помощью зонда, введенного через сосуд. Не возможно делать все пороки, которые, как я вам уже сказал, их не знаю более чем 100 разных видов, но самая часть, которая находится в детской популяции, это дефект между предсердной перегародкой, открытый артериальный проток и дефект между желудочковой перегародкой. Они занимают почти 50% или больше всех врожденных пороков и из этих всех мы можем закрыть около 70%. Очень здесь мне понравилась вся команда, очень хорошие специалисты, именно anestезиологи, о чем мне понравились, и наши коллеги эндоваскулярной хирургии. У них опыт есть большой, но с детями как бы еще не работали, поэтому сначала я пришел как бы помочь, но без проблем они будут делать сами дальше. Спустя сутки после операции больные чувствуют себя хорошо. В этом убедился и глава Чувашия, который приехал лично поблагодарить медиков и пожелать здоровья маленьким пациентам. Будьте счастливы всегда, чтобы любили и делали добрые дела. Для дальнейшего развития высокотехнологичной кардиохирургии необходимо совершенствование материально-технической базы, а именно новый кардиохирургический корпус и новое оборудование. Гибридная операция, все это реально, главное, что это реально. И в России это работают, и специалисты есть, и наши специалисты хотят, да, Юрий Павлович, гибридную операционную сделаем. Мы даже пытаемся во время операции того, что не было, шунтографию заводить из того, что у нас есть, собрать. Сегодня оснащение Чебоксарского кардиоцентра позволяет оказывать качественные медицинские услуги, но надо смотреть в будущее. Михаил Игнатьев заметил, развитие здравоохранения один из приоритетов правительства. Сейчас строится новый корпус для онкодиспансера, на очереди большая поликлиника в центре столицы. Но надо подумать и о кардиохирургическом корпусе. По мнению главы Чувашия, под этот проект вполне возможно привлечь и частные инвестиции, и в небюджетные источники. Таких примеров много. Кстати, и сегодняшние операции стали возможными благодаря поддержке благотворительного фонда «Линия жизни». Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Андрей Спиридонов, Республика. Несколько лет подряд жители Новочебоксарска жаловались на дурной запах в городе. Особенно при восточном ветре и пеняли на биологические очистные сооружения. Все это осталось в прошлом. Так в чем была причина запаха, как с ним боролись и как вообще очищают сточные воды? Смотрите в нашем сюжете. Больше всего от соседства с предприятием биологические очистные сооружения страдали жители района Иваново в Новочебоксарске. Особенно несладко приходилось тем, кто живет рядом с промышленной зоной. Было время, когда люди не могли спокойно открыть окна, а в некоторых детских садах даже отменяли прогулки. Но это все осталось в прошлом. Теперь жители города спутника уже не испытывают дискомфорта и могут вздохнуть спокойно. В прямом смысле этого слова. В работе биологические очистные сооружения применяются самые передовые технологии именно в части очистки сточных вод. В частности, сейчас на данный момент мы недавно запустили уже почти год назад функционерную линию по термической обработке, сушке и сжиганию осадка, которая на следующий день уже эффективно работает. И на данный момент горожане Новочебоксарске, по нашим данным, жалоб именно в этом году в части запаха к нам не поступало. Надеемся, что и впредь, и уже постоянно эту тему запаха мы забудем. Обезопасил Новочебоксарск от неприятных запахов новый комплекс термической сушки. Вот этот вот осадок сточных вод, как раз до обработки, получается, центрифуга. То есть вся грязь, которая поступает к нам, убирается оттуда вода, и в битве грязи поступает на центрифугу. После этого, после поступления центрифуги, мы его еще высушиваем. Остается примерно 20% влажности осадок. Вот после центрифуга уже, после идем, уже начинаем сушить. Это уже, получается, осадок высушенный на сегодняшний день. Так же, как вы здесь видите, уже высушенный осадок в виде гранулы поступает к нам. И вот это гранулы направляем в печь на сжигание. И уже получается зола, маленькая зола. Умещение их объема примерно 100 раз. Главным виновником зловоний были осадки сточных вод, которые накопились за несколько десятилетий. Так называемые иловые карты. Что такое иловые карты? Там, где лежит осадок, который раньше не перерабатывался. И вот мы подошли к той установке, называется автоматический комплекс уничтожения неприятного запаха. Вот она установка. Вот видите, кабеля проходит. Тут форсунки торчат. Вот мы здесь, вот эта кабеля, здесь примерно вот все. На расстоянии 2 километра 800 метров мы распыляем. Избавление от запаха было не единственной задачей очистных сооружений. Планов на будущее у руководства БОС еще достаточно. На следующий день, в соответствии с инвестиционным проектом, мы продолжаем соединение третьей очереди, которое позволит нам более качественно заниматься очисткой, применить более новые технологии именно в части очистки, как раз планы запустить в третью очередь в 2018 году. Кстати, в настоящее время способ уциализации осадка с помощью термической сушки применяется лишь в трех городах России. И наш город один из них. А для всех остальных проблема с запахом пока остается актуальной. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика. В 21 веке они остались без питьевой воды. Речь о жителях не пустыни, а практически центра столицы Чувашии. Кто виноват в такой засухе, отправилась выяснять наша съемочная группа. Частные домики, березы, цветущие вишни – это не глухая деревня, а практически центр Чебоксар. Вокруг цивилизация здесь до сих пор топит дровами, а воду до недавнего времени носили из колодца. До недавнего времени это не потому, что провели водопровод, а потому что колодца у жителей больше нет. Неподалеку идет строительство нового, большого, красивого микрорайона. И он попал в зону работ. Вот колодец закопали. Ему лет 60, это точно этому колодцу было. Там была чистящая, хорошая вода. Мы пробовали у себя делать колодцы. Там же застойная вода, зеленая, нехорошая. Нам застройщик предлагает, вот давайте мы вам выкопаем колодец, поставим кольцо. Но опять же, мы же знаем, что будет застойная вода. Мы не согласны на это. Мы просили их провести трубу. Это когда только-только начала стройка. Они сказали, невыгодно. Впрочем, закопали колодец небеследно. Воду родника, который питал его и нескольких других источников, собрали и пустили по трубам. В итоге все стало выглядеть вот так. Вообще, такое безобразие, грязь, песок там все равно. На дне ведра остается, и ведро желтое делается. Его приходится отмывать. У застройщиков своя правда. В начале производства работ в микрорайоне Радужный, в принципе, у жителей улицы Рябиновского не было какого-то официального источника питьевой воды. То есть ту воду, которую они пользовались, это, скажем так, были стихийно организованы родники. Понятно, что мы не можем отстать без внимания, поскольку, наверное, какое-то влияние на предыдущую территорию мы оказываем. Было сделано решение, что, да, значит, в 2014 году мы должны были переместить источник потребления воды. На сегодняшний день этот, значит, источник, он организован. Ну, скажу прямо, пока он во временном варианте. Срок до 1 июля. К этому времени источник планируют переместить за пределы застройки микрорайона и обустроить. Судя по всему, пока это единственный вариант. Ведь пострадавших в этой истории немного. Из жителей осталось только Валентина Петровна с мужем. Чьи-то дома попали под снос, остальные съехали, и участки используют в качестве дачи. Женщина говорит, была бы рада, если бы их дом тоже снесли, а ее с мужем переселили в квартиру. Однако в зону строительства участок не попадает. Ради двоих людей всерьез заниматься водоснабжением района, вероятно, никто не будет. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня в Республике прошел первый обязательный ЕГЭ по русскому языку. В Чувашию на 38 площадках его сдавали 7031 человек. Всего же экзамен сегодня прошел в 84 регионах России и еще в 48 странах. Минимальное количество баллов на экзамене по русскому языку 36. Если набрано меньше, то экзамен не засчитывается. В прошлом году в Чувашии русские не сдали 69 человек или менее 1%. Высшую оценку получили 35 человек. Тогда средний балл составил 67. В Минобразовании Чувашии напоминают выпускникам, что на экзамене запрещено пользоваться сотовыми телефонами и иными средствами связи. В ряде регионов за использование мобильных телефонов и шпаргалок на ЕГЭ по географии и литературе 26 мая уже аннулировано 66 работ. К другим темам. Противодействие коррупции в различных сферах сегодня обсуждали в Доме правительства. Глава Чувашии провел заседание Координационного совета. Михаил Игнатьев отметил, что в сфере использования государственного и муниципального имущества земельных участков все нарушения фиксируются, а это, в свою очередь, положительно сказывается на социальном самочувствии жителей Чувашии. Особенно остро эти проблемы ощущаются в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Есть соответствующие уголовные дела, решения судов, мы это знаем. Но на одном моменте я хочу остановиться. В сфере жилищно-коммунального хозяйства у нас проблемы остаются в городе Новочепсарск и в городе Шумырле. Я сам лично обращал внимание руководителей правоохранительных органов, должностных лиц, органах местного самоуправления, лично глав администрации, которые, имея исполнительные восприятия и функции, в этой сфере должны были работать, чтобы жители один на один не оставались с недобросовестными управляющими компаниями. Министр имущественных и земельных отношений Чувашской Республики Анатолий Кузьмин сообщил, что в 2013 году проведены 110 проверок по сохранности и целевому использованию имущества. В рамках были выявлены нарушения по использованию республиканского имущества, в том числе неэффективное использование денежных средств и имущества, нецелевое использование имущества рядом юридических лиц, передача в аренду республиканского имущества третьим лицам без оформления в установленном законодательском порядке договорных отношений. По итогам проверок государственных учреждений привлечены к административной ответственности за использование и распоряжение государственным имуществом без оформления договорных отношений ряд руководителей государственных учреждений. Наложены штрафы в отношении 12 должных лиц. Среди нарушений совершение крупных сделок без согласия собственника, заключение договоров с недобросовестными контрагентами, несвоевременное заполнение документов. Все нарушители привлечены к ответственности. Следственный комитет также ведет работу по борьбе с коррупцией. Сейчас возбуждено 5 уголовных дел в отношении должностных лиц. Анализ материалов дел этой категории в связи с совершением этих преступлений в первую очередь обуславливается тем, что отсутствует надлежащий контроль со стороны соответствующих органов за деятельность транспорта местного самоуправления. На заседании совета были предложения о необходимости наладить работу в сфере земельных и имущественных отношений по принципу одного окна. Социологи отмечают, что когда предприниматель и чиновник встречаются редко, то есть случаи коррупции редки. Опрос компании «Социо» свидетельствует о том, что за год в полтора раза снизилось количество участвующих в коррупционных сделках. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика. В парке отдыха села Шамурша открылся памятник воинам-пограничникам Шамуршинского района. Памятник представляет собой пограничный столб в натуральную величину рядом с гранитным камнем с расположенной на нем плитой, на которой выгравированы слова пограничникам Шамуршинского района. Граница Родины священно и неприкосновенно. Разрезали символическую ленточку гости праздника. Герой России Николай Гаврилов, народный артист Леонид Якубович и пограничник Николай Тихонов. Надо отметить, что памятник был построен на средства жителей района. Получить в подарок букет цветов, думаю, приятно будет всем. А представьте, если это целая клумба. Сегодня такой презент сделали чебоксарам. Для этого активистам одного из молодежных движений пришлось повозиться в земле. Наблюдала за процессом наша съемочная группа. Решили помочь нашему любимому городу в озеленении. И при личной беседе с Леонидом Ильичом Черкесовым мы предложили свою помощь. Давно молодогвардейцы Чувашии хотели создать свою клумбу. К сожалению, в этом году у нас не получилось создать свою клумбу. Но администрация города вышла с инициативой и с предложением, чтобы мы помогли в озеленении города. Мужчинам положено посадить дерево. А нам, наверное, это цветы. Когда пара десятков молодых, полных энтузиазма людей, подтянулись к скверу имени Михаила Сеспеля, их уже ждал целый грузовик цветов. Это порядка 10 тысяч саженцев. После тщательного инструктажа, не боясь испортить маникюр и испачкать белые футболки, они приступили сначала к выгрузке, а потом к посадке. Всегда хочется попробовать своими руками сделать такую красоту. Главное правило – нельзя выходить за линию, так как есть определенный рисунок. Сначала мы копаем ямку. Нас попросили сделать это поглубже. Закапываем цветочек и немного придавливаем. И все. Листики должны находиться на одном уровне. Сначала ряды выходили неровными. У профессиональных озеленителей сдавали нервы. Иногда они пытались вмешиваться в процесс создания красоты. Однако потом дело пошло. Судя по всему, активисты даже вошли во вкус. На лето ребята наметили еще несколько подобных мероприятий. Ольга Пырычкина, Александр Петров, Республика. Хотите с пользой и задором провести свободное время? Завтра в 13 часов дня приглашаем вас в сквер Ивана Яковлева. Молодежная программа «Яшчух» национального телевидения «Чуваши» проводит танцевальный флешмоб. Вас ждут зажигательные летние хиты исполнителей чувашских песен. В исполнении участников проекта «Ротация» Константина Рязанова, Алисы Чайниковой и Олеси Кузнецовой. Порадуют своими композициями вокальная эстрадная студия «Мечта» и другие творческие коллективы. Приглашаем всех принять участие в течение часа танцевать вместе с нами. Не пропустите самое важное событие в преддверии Дня защиты детей. Осталось совсем немного времени. Ну а пока учите движение. Чувашская спортсменка Анастасия Петрова стала чемпионкой мира по жиму штанги лёжа. В небольшом датском городе Ротби на берегу Балтийского моря завершился чемпионат мира по пауэрлифтингу. В соревнованиях приняли участие более трёх сотен спортсменов из 20 стран. Сборную России представляли 49 спортсменов. На помост 29-летняя новочебоксарка Анастасия Петрова вышла в ранге действующей чемпионки мира и четырёхкратной чемпионки Европы. Анастасия подняла вес на 12,5 килограммов больше, чем соперницы. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова